народ всем привет сегодня у нас в таком октябре 2022 года занимаемся отоплением начало показывал вот продолжение одна линия уже у нас готова так это выход из котла с первого этажа мы сейчас находимся на фоне даже здесь ванная комната вот разделена на 2 линии это в комнаты линии это веранда линии веранда потом можно будет поджимать эти винты и эти ментиля стоят для регулировки возможной регулировки потока воды так это воздухоотвод автоматический который будет спускать воздух самая высшая точка мы восстановили сюда сейчас пока это все стоит просто так со временем это все когда кончится обделка ремонт полы потолки и все тогда мы уже закрепим все это основательно первая батарея под окном все рассчитано объясняли да вот этим советчикам которые мне очень любят советовать мне ваш совет и нафиг не нужны я делаю для себя я не я этот дом делаю для себя не для вас поэтому я показываю как я делаю а как вы там хотите делать вы будете делать у себя для себя понятно мне не надо ваши вот так сделаю вот так сделаю делать как хотите расширительный бачок на 50 литров максимально большой взяли чтобы запасом в нашу систему и насчет бачка не надо мне говорится что его возле котла ставить надо там он стоит там где он нужен какая разница где он стоит главное он соединен систему и он дает давление хоть он котле хоть на котле хоть где-то он главное есть все нам здесь удобно мы здесь поставили ну вот он уже у нас более водонагреватель это уже горячая вода по моему литров 200 наверное чуть забыл литров 200 вот этот бачок он огромный моего вот так стоя поставим к стене закрепим ну и я под него сделаю еще ножки потому что просто на стене висеть я не знаю это очень тяжелый тяжелый этот то будет фирма полу вода нагревать ну и все пошли в линия пошла веранду на веранду здесь соответственно лестница здесь никакой батареи мы не повесили потому что здесь будет перила но и она не нужна снизу будет потом подниматься тепло вот она линия 2 она вышла все сейчас мы будем соединяться здесь здесь уже будет батареи немного другие рояль батареи наше российского производства вот это ну здесь здесь это помещение еще будет делиться на на две комнаты для дочек так здесь вот она под окном батареи 1 2 3 6 секций ну для этого помещения вполне достаточно сюда ничего не ставили у сыночка в комнате вот эта батарея вот она там по моему 16 секций что ли она тоже рояль под одно окно не 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 стали вести сюда взяли самую большую батарею в этой линейке но для этой комнаты конечно же мы все рассчитывали мы все подсчитывали советовали с продавцами с изготовителями говорили объем нашей комнаты они нам советовали батареи ну здесь эта линия спустилась а вниз пойдемте вниз внизу уже было немного сложнее все так вот она эта линия пришла сюда и у нас здесь прихожка коридор или как там еще называет сени у кого как у нас вот смотрите пришла она сюда здесь стройник уж вход ушел туда здесь стоит вентиль для чего вентиль потому что но труба уходит напрямую соответственно будет искать наименьшего сопротивления и буду хоть напрямую вдруг если не будет там батарея нормально работать я здесь могу ее придавить и она пойдет через батарею 40 сдавили хотел дюймов куда отсюда сделать но я что-то сомневаюсь 25 что вообще суда бы что-то шло поэтому привели максимально максимально все близко сороковкой чтобы дошла и этот соединили дюймовка еще все пиши это у нас прихожка вот она наша вообще основная дверь она где-то термо дверь специальная уличная дверь зимняя стерва термо разрывами ну совсем остальным а вот это небольшое помещение но мы его тоже решили отапливать дверь открываешь вакуума все так сделано герметично так ну здесь обратка пошла вот она низ соединили в батарею тоже все дальше пошла туда здесь уже вот мирочка поставила цветы это которые стояли у нас на улице здесь у нас спустится вот они трубы еще остатки вот здесь возле окна спустится труба максимально близко к стене через уголки и сразу вот сюда придет батареи тоже батарея 16 секционная рассчитан на эту комнату так что ее закрепим здесь это у нас вторая линия первую линию мы сделали вчера у нас выпал снег сейчас 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 у нас морозы уже начались мочи минус пять было или шесть так ну вот они это веранда под каждым окном батареи так ну пошли дальше это ванна у нас будет первый этаж ванна заход вот сейчас мы здесь работали так ну вот она здесь вот так она вышла здесь будет заливаться пол эта труба будет в пороге она вот так не останется здесь я сделаю порог ну еще и поднимется все это поэтому это все утопится не переживать кто там переживает так здесь не поставлю батарею ванны здесь не возле окна потому что там ну нам вообще не удобно было поэтому как нам удобно я еще раз говорю как нам удобно мы так и делаем но у нас еще здесь есть теплый пол в этом кабель торчит от теплого пола я потому что соединить теплый пол ну и все вот она батарея вот она крестовина которая это обратка от комнат со второй линии так здесь насос циркуляционный насос куда его ставить вообще без разницы до котла и на на обратку или на подачу куда угодно куда вам удобно туда и ставьте там кто говорит температура не выдержит эти насосы рассчитаны сейчас я вам скажу умником вот 110 максимальная температура батареях батареях будет температура ну градусов 70 80 это самая большая поэтому хоть вставьте его на подачу ходит на обратку какой хрен разницы где он стоит я на меня он стоит на обратке вот обратка пришла в котел все зашла вот она подача у меня на подачу его некуда ставить насос поэтому я поставил на обратку так что можно и ставить на этом по головное главное его поставить правильно так горизонтально чтобы чтобы них вот это и не внизу было вот это не верху чтобы не за воздушилась вот она его правильное положение вот именно вот так ну можно чуть-чуть вот вот небольшие наклоны но никак не ровно ни вниз там вот это его положение вот это надо вот 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 это учитывать они где он стоит так ну здесь я только что соединится надо открыть вентиля который отсекают котел здесь и здесь говорят здесь вентиля нельзя ну я слышал что вентиля здесь нельзя но есть он здесь нету какая разница если его вы не закроете то все никто его низок если я здесь его не закроют и никто его не закроет его прежде чем закрыть это ребенок его не забрать может очень 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 тугие вентиля и если вам надо будет отсечь котел внук это максимально удобно я поставил как кто-то говорит нельзя кто-то этот нельзя спать на потолке укрываться одеялом до остальное все на ваше усмотрение делайте как вам удобно здесь группа безопасности вот он воздухоотвод тоже соединил чтобы если вода будет брызгать и давление сбивать это все соединится потом в баклажку какую-нибудь и все чтобы не было воды лично заполнять систему вот он где-то стоит заполнить для заполнения системы отсюда будем загонять теплоноситель это тена у нас на 6 киловатт по моему я ее соединю через пульту через пульт термопульт который будет включать и выключать и чтобы она постоянно не работала если падает температура соединю его например куда-нибудь к этой трубе на обратку в к обратке и если там короче ладно это это другая котел на дровах дрова угли газ там что хотите что горит все сюда можно запихать котел твердотопливный долгоиграющий поэтому все что угодно горит его в него можно запихивать и он будет работать гибрид электричество и все что горит так что такие дела все отопление у нас одна линия готова сейчас начали сегодня на сегодня уже все на сегодня уже все так вот вывели это уже наша комната вывели сюда вот он угол запаялись а и также здесь батарея все пойдет по кругу сейчас за пару дней все это соединим и покажу как как опрессуем здесь у нас да вот вот здесь это вода скважина здесь вон коробка видите до коробки вот вот так вот до этих проводов включателя вот так будет кладовка у нас здесь в комнате поэтому вот это все закроется это все останется ну не видный так что такие у нас на сегодня сейчас свет вот так мы делаем отопление в своем доме поэтому скоро будем сидеть уже в тепле подключен сейчас пушка работает вот два киловатта ну на улице морозик уже я не знаю сколько сейчас ну нормально работать можно ничего еще не потеет проветривали сегодня этот дом окна еще не потеют вот они видите все сухие никаких потеков нету более-менее в доме уже сухо этот еще не так уж не видите мокрые косяки еще они не просохли идем на улице сейчас покажу снег нет он здесь здесь солнечная сторона ну давайте лед я вам покажу тогда хотя бы во льду так что ладно вот такие дела на сегодня у нас строим строим свой дом ну а всем пока скоро на днях увидимся